здравствуйте друзья сегодня четверг числа не помню потому что компьютер с утра накрылся я как-то так не не впечатлился датой в уголке значит накрылся очень странно отказывается значит бутаться так выпускаешь а он говорит контрольная сумма ведь не сошлась сайте все время сходилось и вдруг перестала сходиться вот такая вот жизнь казалось бы странно и компьютер-то ему на н года нет хороший большой мощный такой со всеми примочками там для видео специально покупал чтобы видео делать монитор хороший в общем монитор жив контрольная сумма не сходится как контрольная закупка бах да мало того значит четверг сегодня и группа у нас full time у нас всегда есть одна группа full time одна начинается другая заканчивается следующая группа начнется 14 июля как раз у нас сразу после 4 июля у нас неделька каникул потом мы вернемся в понедельник 13 а во вторник 14 начнется новая группа full time а вот та которая есть группа full time заканчивается вот там моряк наш керченский в этой группе там может вы еще кого-то знали из наших ребят поэтому поскольку группа заканчивается то сегодня с утра я веду урок урок этот по поиску работы актуально в том смысле что некоторые из них разъезжаются откуда приехать там в основном народ приезжий хотя нас к что основная масса предпочитает оставаться здесь они уже так задружились тут и у них такие связи и столько энтузиазма хотя конечно проще было бы искать работу где-то на стороне я считаю но так уж они здесь решают оставаться я должен буду рассказывать про поиск работы и это очень очень интересная ситуация вообще я хочу сказать что сколько ни рассказывай про поиск работы все равно практически вот не реализуется на то что рассказываешь как-то народ не делает странно но вот но вот факт давайте я камеру может быть разверну на дорогу вот пожалуйста камера развернулась на дорогу давайте стеклышко прочистим и не знаю как это объяснить но вот вроде говоришь там показываешь рассказываешь демонстрируешь у нас урок очень такой демонстрационный то есть я беру весь свой инструмент значит и показываю как работает как не работает как чего и в итоге как то так вот не получается даже казалось бы простое простая рекомендация которая звучит так значит как только ты повесил резюме свое на дайсе мы начинаем с дайса почему с дайса потому что у меня есть рекрутерская лицензия могу посмотреть как она там повисло надо однажды научиться вывешивать резюме создавать профайл кодировать его правильно ключевыми словами и вывешивать у нас на в русской версии курса по тестированию вот там портнов.com слэш are you ru да там есть урок по поиску работы и там я в частности рассказывать и хохмочки но дайс за это время может быть изменился малька но во всяком случае идея принцип все все то же самое так вот я говорю но уже не надо ладно я понимаю я уже не надеюсь что ты правильно сделаешь но хотя бы когда повесил резюме ну так ты приди тут же приди через полчаса приди мы поправим и будет все хорошо и будет все нормально будешь искать работу и даже такая вот вроде ерунда но не срабатывает приходит человек через месяц там после того как уже пора бы ему и работать наверно ну а там приходит и готовая ягод не могу найти работу и вы начинаем смотреть и вот приди бы приди он сразу после допустим того как резюме повесил он бы месяц активно искал работу а так значит может быть все что угодно начиная от того что он кнопочку не нажал которая делает его резюме searchable то есть его вообще никто найти не может но он не замечает потому что он вывесит там вывесился в 3 4 5 местах где-то и рассылается может быть тоже и какая-то отдача есть но он не понимает что вот в каком-то месте у него там блокировка знаете как вот приезжает человек делает ему анализ выясняет что там из пяти сосудов да все и все их сердечко значит обеспечивает кровью только там 4 например один вообще никогда не работал вот такого плана вот эти вот взять перекрыть сосуд значит да или там так повесил что значит найти его никто не может и так далее поэтому я с одной стороны когда рассказываю про поиск работы и я так в таком возбуждении радостном потому что мы так на святое дело идем с другой стороны я уже знаю что говори не говори как-то вот все это мимо проходит нет не знаю что делать вот такая вот такая жизнь так вот интересно все устроено я на канале портнов school у нас есть на английском языке канал называется там youtube.com slash партновского одним словом без пробел без ничего у нас есть англоязычный канал на котором я в принципе вывешивал уроки которые снимал в школе может быть там парочку было там разговоры с менеджерами там с выпускниками но это совсем мало в основном уроки там прилично подписчиков там не знаю тысяч двадцать с лишним вот и давно не делал значит видео учебных и записал пару дней назад у нас был такой guest speaker вы можете пойти посмотреть если кому-то интересно guest speaker и он рассказывал о тестировании андроид приложений такая у него тема была я думал что он будет там про интернет of things но он как-то вдруг там тема поменялась и я сам снимал встал значит сзади там в конце класса повесил его микрофончик значит там все подключил и так снимаю но перспектива которая моему взору открывается это ну помимо доски конечно там и экрана которые являются предметом съемки помимо этого я вижу значит спины наших студентов и вижу ну что у них там на компьютере на мониторах что значит а класс вечерний то есть он с 7 часов там до 11 и так далее я снимал буквально только первый час потому что ну дальше давай как-то в лабораторку перешли уже там нечего было снимать незрелищно а саму презентацию я снимал и вот интересно начинаем мы там по идее должны начать всем ну начали может быть там всем 10 пока там народ как-то утрясается понятное дело значит в течение получаса продолжают подходить люди получаса значит процесс такой непрерывный как разливка стали значит процентов 78 там сразу сидят а потом по одному подходит человек и он начни просто подходит он заглядывает в дверь он заходит и выходит он идет искать стул он значит проходит через ряды по ходу дела в это время значит гест спикер рассказывает он проходит через ряды он умудряется при этом там за руку поздороваться с теми кто там рядом сидит ну то есть такое значит и дальше интересно опоздав на там 20 минут он сидит и на экране у него linkedin и он там что-то роется в этом linkedin я не знаю что он там роет но происходит это все во время презентации на тему как тестировать android приложение и рассказывает это человек у него как он немецом и компа он создатель компании который называется тест мунг через ю мунг тест мунг это стартап который разрабатывать создал платформу для автоматизации тестирования мобильных приложений одновременно на многих платформах то есть я не знаю что вообще на свете может быть интереснее чем послушать такого парня и он рассказывает он показывает у него с собой там этот андроид он его подключает так и значит там все это на экране что-то происходит и и вот сидит человек и значит он опоздал и дальше он смотрит linkedin думать об тебе вот он до дома не смотреть или там может на кухне бы сел у нас хорошая кухня можно сидеть там вайфай хороший то есть против что ты в класс пришел мало того значит вот это он рядом значит с ним и тут и там сидят люди рассказать что в целом группа правильная такая то есть она занимается но вот тут один тут другой тот 3 чет у них там на мониторах и это все происходит у меня перед глазами то есть вот стоит начальник я и прямо перед ним там в двух метрах в трех метрах да прямо перед лицом у него перед глазами у начальника у меня то бишь значит сидят люди грубейшим образом нарушают правила которые у нас в школе есть правило такое значит отвлекаться соседей нельзя значит заниматься посторонними вещами в классе нельзя значит иди вон в коридор там и делай что хочешь а в классе нельзя я не знаю там это как но если кто в армии там может служил вот как там на плацу в носу ковырять невозможно это просто но уже ничего святого нет и вот значит я думаю надо же как-то я им высказал конечно и я на самом деле я могу очень-очень жестко сказать и потом потому что как бы я знаю что дальше будет есть такой анекдот как идет мужик по лесу и видит сидит другой мужик сидит на ветке и пилит эту ветку в основании там значит и он будет чувака ты же тоже грохнешься сейчас на где-то иди ведь не морочь и голову вали давай отсюда идет отходит буквально там 10 шагов а тот бабах почти свалился в этот момент свалился приподнялся смотрит на прохожего и гэт ну ты колдун знаешь наколдовали ему проблемы да такие вот интересные бывают вещи я к чему говорю я начал до сурока и у меня нет ответа по жизни я часто себя спрашиваю я собственно сам не 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 то чтобы какое-то серьезное исключение из того что я рассказываю тоже много чего делаю неправильно но я думаю как же так вроде вроде ты все знаешь как правильно и тебе сказали как правильно и ты вроде бы ну для себя и в то же время как бы как для врага какого-то даже не знаю что сказать интересно интересно наверное вот в этой жизни мне положено разобраться с чем-то вот вроде этого и поэтому я вот сижу и разбираюсь а будет какая-то другая жизнь там еще с чем-то разберемся может быть с мировыми проблемами на здесь вот так пока сегодня мне нельзя приходить в пол одиннадцатого как я обычно прихожу сегодня надо к десяти а желательно так минут за пять за десять кофейку принять себя прийти сообразить на каком мы свете вот у меня сейчас на часах которые тут автомобили 9 23 поэтому сейчас трудное место вот здесь пройдем трудно сего в том что вот тут у нас вот тут вот тут Вот видите, вот тут, мне надо направо завернуть, вот они, а вот там впереди, если так еще немножко проехать, там будет хайвей, и вот они туда все движутся, поэтому как бы забивают выход, который мне нужен. Вот мы сейчас разворачиваем тут по этому лупу и выходим на улицу Эл Камино Рил. Смотрите, друзья, Эл Камино Рил, если кто-то скажет, что у нас там блекло, съемка, и чего-то на камере не хватает и так далее, я вам скажу, что вот я без камеры смотрю, таки блекло, вот просто оно такое какое-то неяркое сегодня так, зато не жарко. Значит, что еще сказать из впечатлений. Я снимал разговор с блогером Милой из Дании, и она такая очень живая женщина. Мы с ней полтора часа проболтали, и на самом деле мы могли бы и гораздо больше, но я уж так чувствовал, что спать пора, потому что мы начали в половину первого ночи у меня. То есть там, значит, у нее в Дании 9.30 утра, а у меня пол первого ночи, и мы до двух часов ночи с ней, и я смотрю, света там моя выражает неудовольствие. Ну и вообще, как бы, потом это же одно дело полтора часа снимать, а другое дело кому-то полтора часа смотреть, это что же. Ну, вроде, вроде ничего было бы так, по делу, интересно. Послушайте, мне было точно интересно. Я ведь на самом деле, людей, с которыми разговариваю, я их не знаю. Ну, то есть мы так списываемся, вот я хотела бы выступить там, то есть я говорю, давай, и дальше мы встречаемся, я говорю, ну, представляйся. Вот, поэтому мне самому очень интересно делается, и мысли рождаются там по ходу дела и так далее. Вот, теперь мне говорят, что что-то такие большие перерывы сделал, но вот я поэтому и сделал большие перерывы, что, значит, я думаю, полтора часа, значит, разбил на три части. Ну, по полчаса, но два часа ночи, и я думаю, ну, как тут с этим быть. Значит, первые полчаса отрезал, запустил, ну, в смысле, на рендеринг запустил, ну, чтобы сделать видео. Там сколько-то времени оно заняло, там до полтретьего. И в полтретьего я его поставил, чтобы вам было видно, чтобы подгрузилось. Кстати, пошел спать, утром я пришел, и, ну, естественно, перерыв большой, там, между, не знаю, между полтретьего и, там, допустим, девять утра. Сделал второй сюжет и пошел на работу. Пошел на работу, потому что ждать, пока он изготовится, было невозможно. Пошел на работу, позвонил Светлане, она у меня уже, так сказать, человек тренированный. Она говорит, где там файл, туда-сюда. Раз, она его, значит, подбросила. Я, соответственно, со своей стороны, уже будучи в офисе, там, повесил ему тайтл, там, описание, ключевые слова и, значит, теги. Появился следующий сюжет, вторая часть, но это уже прошло, там, прилично, не знаю, там, полсутки. Потом пришел домой и сделал третий. И вот таким образом получилось, что мы почти сутки, почти сутки вывешивали эти три кусочка. Поэтому там мне ребята говорят, а что же вы такие большие перерывы делаете? Да вот так получается. Ну, жизнь такая. Значит, я вижу, что там как-то мало было откликов, просмотров мало было на Милу. И вроде, я думаю, надо же, вот, то мы сравнивали мальчика с девочкой, видели, что у девочки больше просмотров, у мальчика меньше. Теперь мы имеем девочку, и, казалось бы, должно быть много просмотров. Но тоже как-то не пошло. Я не знаю, там, может, потому что Дания, может, еще чего, я не знаю. У меня нет объяснений, я думаю, может быть, вы скажете, там, в комментариях что-нибудь, напишите на этот счет. Потому что сам я не знаю. Как-то я ожидал больше интереса. Тем более, Мила там рассказывает в конце, я думаю, что это в третьей части, она рассказывает про датскую грин-карту. И я даже не знал, что есть такое. Довольно интересно, вообще, познавательно. И я думаю, что вот те ребята, которые у нас были из Европы, а у нас, значит, была Франция, Дания, Германия, вот, пока что, я думаю, что мы пролили свет немножко на те возможности, которые есть в Европе. А то у нас все Америка, Канада, там, в смысле США, Канады, больше ничего такого не было, оказывается. И в Европе жизнь есть иммиграционная. Так что мне даже как-то жалко, что вот такие интересные вещи, и как-то народ не смотрит. Я думаю, а что же они хотели? В общем, такая история. Блогер, в принципе, пытается сделать сюжет, который интересно слушать тем, кто подписчик. И иногда кажется, что ты понимаешь, что хотят увидеть твои зрители. Но я хочу сказать, что постоянно натыкаешься на то, что не знаешь ты ничего, потому что вроде думаешь, вот это то, что всем интересно, а оно неинтересно. Или вдруг какая-нибудь так проходящая вещь там мимоходом. И вдруг бабах, там столько отзывов. Пойди, знай. Такая вот, такая вот история. Что еще? Я думаю, так на ходу соображаю, что такое рассказать, чего я не рассказал. Спрашивают, покажите, что получилось в итоге с вашим ремонтом. В смысле, с пристройкой. В принципе, пристройка готова. И мы пока туда не заселяемся, потому что должна пройти инспекция итоговая, которая все примет. Для итоговой инспекции не хватает одного элемента. Это дренажная система. То есть, кое-что там не доделано, поэтому вот нужно там пару элементиков сделать. Тогда придет инспекция, примет как бы все это хозяйство в целом, ведет его в эксплуатацию. И тогда мы уже начнем там мебель какую-то ставить и уже реально туда переселимся. Все-таки это спальня, то есть мы там начнем уже потихоньку спать. Там вещи в шкафе перебросим и так далее. Пока что мы пользуемся только частично. Вот там в баньку ходим. Сегодня должны повесить стеклянную дверь на душ, который там. И в принципе, это последний штрешок. Так что я думаю, что, наверное, внутри мы вряд ли будем показывать. С того же начинаются такие интимные подробности. А снаружи, ну да, там еще сделают дек, там еще будет, что там будет, ну дренажную систему сделают, но вы ее не увидите. Она будет закрыта. Ну, в общем, потом через некоторое время там будет какой-то лендскейпинг. Тоже придет тракторок, значит, там землю перебросит с места на место, там углы какие-то соблюдет и так далее. И дальше должен подойти человек, который, значит, наведет марафет там с камнями, с озеленением, с кустами, там еще что-то. Так что это все небыстрые вещи. И относительно небыстрые. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю, что там такое показывать. Ну, если что-то будет внешнее, да, внешнее, я с удовольствием покажу. Вот когда, допустим, терраску сделают, я ее покажу. А так, так вроде бы и нечего особо. То есть мы считаем, что там все готово, все завершено, вы все видели, вы видели. Ну, абсолютно, вы видели пол, вы видели стены, вы видели там эти встроенные шкафы, вы видели там вот санузел, там, да, значит, тоже пол, шкафчики. Ну, я знаю, я... Я как-то не чувствую, что там чего-то не показано. Во всяком случае, не появилось ничего такого, что не было показано раньше. Вот. Безусловно, еще пару сюжетиков будет. Никаких сомнений в этом нет. Надо сказать, что у меня сотовый телефон. Обычно я камерой GoPro управляю с мобильным, мобильным своего, да, там у меня приложение установлено. Я подключаюсь, значит, там через Wi-Fi и, в частности, удаляю записи, потому что камеры GoPro так устроены. Я не знаю, как-то не вникал, и мне это немножко странно, но, во всяком случае, вот эта дискета, которая там вставляется, она не позволяет, там, скажем, воткнуться в компьютер и оттуда удалить файлы. То есть, воткнуться можно, а удалить файлы не позволяет. Не знаю, там, как они это делают, мне было интересно. Но, во всяком случае, либо надо кнопочками на самой камере нажимать, либо вот сотовый, очень удобно было. И я как раз, когда про интерншипы вчера рассказывал в видео, оно у меня, бах, в какой-то момент, и все, и остановилось. И надпись такая, там, полная камера. Ну, ладно. Я пришел домой, попытался сотового это все повторить, как я обычно делаю, а они не соединяются. Я думаю, черт, я знаю. Ну, вот как же так, вот был телефон и есть телефон. Вроде настроено было, камера настроена, телефон настроен. Вообще, какая-то есть мистика в этом, правда? Вот два устройства, значит, переговариваются друг с другом, и вдруг в какой-то момент перестают видеть друг друга. И говорят, хочешь снова камеру подключить, давай там какой-то пасворд. Ты понимаете, это человеку, который все, что хотел, это файлы, там, удалить, ему говорят, пасворд давай. У меня же нет такой татуировки, понимаете, там вот пасворд на это, пасворд на то, значит, искать надо. В общем, друзья, мир, мир сложен, сложен, полон технических вызовов. Да, иногда что-то у меня такое ощущение, что мы как-то в слишком сложном мире живем. Казалось бы, должно упрощаться, правда? И оно, собственно, даже упрощается и дешевеет. За то же самое меньше берут. Но перестают продавать то же самое. А продают только то, что уже вдвое дороже. В общем, очень-очень много интересного происходит на свете. Я, кстати, заметил, когда мы снимали овощной лоток, там где-то по дороге из Санта-Крус на Монтерей. И там, ну, относительно дешевые, там, эти фрукты и овощи. И люди со всего мира начинают говорить, ой, смотри-ка, дешево. А кто-то написал, даже я не помню, откуда он там. И говорит, боже, какие цены, говорит, у нас все вдвое дешевле. Я говорю, надо же. Ну вот. Я это к тому рассказываю, что разнообразия много в мире. Вот так. Даже когда все говорят, мы как дешево, находится кто-то, кто говорит, надо же, там, вдвое дороже, чем у нас. А что я тут стою на этом перекрестке? Смотрите, друзья, вы же видите. Вот стоишь, стоишь, никого не трогаешь. Стоишь, стоишь, никого не трогаешь. И вот оно просто не дает ехать. У меня урок. Ага, ну вот видите, пожаловался. И, пожалуйста, жалоба удовлетворена нас. Так, товарищ, на хорошей машине человек, смотри. Ну-ка, неужели в 9.36 уже негде встать человеку? Неужели весь паркинг занят? Теми, кто интересуется поиском работы? Нет, нет, друзья, конечно, нет. Паркинг занят совсем другими людьми. Так, как они плотненько-то упаковываются, ты смотри. Ладно, мы тогда пойдем в народ. Пойдем в народ, это значит, что мы будем парковаться там же, где и студенты. Видимо, надо еще раньше приезжать, чтобы попасть на такой паркинг возле здания. Вот, пожалуйста, студент, американец, у меня жена, правда, русская, приехал к нам из, я забыл, из Флориды. Да, вот, пожалуйста. А вот те, кто должен был бы, значит, поисковой работы интересоваться, вот их нет никого, смотрите. Так, ну, зато нам простора много. Ес! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok